я и фото и видео не требуется мне она почему по нашим законам российской федерации по всем законом она мне не требуется ваше личное дело я никуда не подчиняю вам не подчиняю так вы сначала представьте куда убегаете делать фотосъемку вы обязаны получить разрешение разрешение и приказ управления 30 октября тоже самое говорит что вы прежде чем сделать фотосъемку должны получить разрешение в управлении я обратился с запросом разрешение мне было предоставлено мне было предоставлено разрешение ответ на запрос мой постановление пристава вот я сейчас до него дойду и покажем вам вот и вот именно как это разрешение при наличии так давайте мне его сейчас устно тогда вы мне сейчас запрещаете вести видео съемку тогда мне обоснуть и какими-то нормами закона на мой запрос о ведении видеосъемки вы мне запрета не предоставили письменного так что я имею право вести вы мне предоставили постановление вот отмените свое постановление о разрешении видеосъемки пожалуйста отменяйте пока что ну все это ваше делать личное дело вот о наличии такого разрешения я не знаю не уведоми меня никто об этом получает разрешение из-за дела из управления сделок это действием только по поверить приказ потом знакомиться телефону будете не имею права законным требованиям покажите закон при наличии соответствующего разрешения вот она ваша должник без разрешения проводит фото видеосъемку видеосъемку сейчас я приказ у меня постановление что можно вот посмотрите постановление они читают сами здесь 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 вам написано разрешаю проводить ознакомиться на основании 50 произвести право ознакомиться с медиалом исполнительного продела эти списки снимать снях копия согласно пункта 2 18 19 приказа 398 24 августа 7 министерства естеств российской дирекции кинофото съемочную звук и видеозаписывающую аппаратуру на территории зданий помещение разрешается проносить на основании служебной записки с интересована структурного адреса я обратился в предыдущее это письмо я прочитала вам здесь ссылку вот смотрите давайте вы не перескакивайте вот вот я обратился вот я обратился вот я обратился так я обратился за наличие соответствующего разрешения смотрите просили ознакомиться с применением фото и видеосъемки что можно при наличии соответствии с этим приказом 398 вы должны получить это так я и обратился вот давайте мне разрешение или отказ давайте вы же разрешили где разрешение на видеофотосъемку вот оно пожалуйста это не разрешение вам нужно обратиться было непосредственно в управление службы судебных приставов получить разрешение где тут это разъяснилось приказ поступил из управления 30 октября поэтому соответствие 30 а я когда обратился посмотреть сегодняшний посмотрите сегодняшний день есть приказ определяет порядок проведения фото видеосъемки о чем я вам и говорю я с таким порядком не знакомлю давайте несите приказ только самих документов они я закон не нарушаю покажите мне какой язык он нарушил тогда беру сейчас у меня вас препятствовали с ознакомлением материалов получается только что у меня забрали все папки и увидели или нет так вам видеофотосъемку никто не разрешал разрешали постановлением пристава вот я пишу прошу разрешить она мне пишет разрешаю при наличии разрешения в моем постановлении этой фразы нет она выдумана вами сейчас а на основании чего я тогда час уже сижу тут фотографирую вы меня сами пустили я не видела что вы ведете видеосъемку когда вы зашли я спросила как вы будете знакомиться вы сказали фото копии снимать фото видеокопии так в заявлении мы сказали фото копии хорошо в вашем постановлении что написано фото то на фото тоже но вести фото видеосъемку вы можете при наличии соответствующего разрешения вы сами себе противоречите где разрешение вот только что вы говорите 0 Sicht 1 то видеосъемку при наличии разрешения должно быть вы только что мне устно разрешили вести фотосъемку так а вы сейчас что ведете сейчас уже видео потому что у меня забирают все Вы сейчас это ведете. Вы ведете это с самого начала. Не с самого начала. Я вот вижу, допустим, что сколько нахожусь, я вижу, что вы ведете видеосъемку. А на каком основании вы меня снимаете? А на каком основании не могу этого делать? Вы общественное лицо. Здрасте, я отрисовал, конечно, при исполнении. Вот тем более, тем более. В государственном учреждении. Разрешение на видеосъемку у вас покупает? Не обязан я его получать. Как это вам? Вот сейчас принесут приказ и почитаем вместе. Вы как бы долго тут припираться-то будете. Пожалуйста, выйдите в коридор. Вы ознакомьте его тогда и все, что вы припираетесь. Я первый зашел по очереди. Как это я могу выйти, если я в порядке очереди зашел? Сейчас вы занимаете мое время и кабинет. Так я в свое время пришел. Вы что начинаете? Вы препятствуете мне своему же приему, что ли, или как? А я что, не посетитель? Вон, посмотрите в журнале учета, я записался. Вы человек, ознакомьте тогда, да и все, и он уйдет тогда. Вы сами припираетесь как бы с человеком. Да и все. Вопрос в чем? А как это называется? Он хочет ознакомиться с документами, тут не хотят его ознакомить. Да и все. Да как называется? Это как? Препятствия ознакомления, документы. Да и все. Что, сложно что ли? Видеосъемку, кто-то разрешал. А что вам видеосъемка? Что на вам? Она не запрещена законом. Ваши приказы, это ваше внутреннее дело. Вы что-то документ на съемку показали, что ли, или как? Что вот вам такого? Есть отдельный приказ. Выходите по улице. На улице, ради бога, слова не скажу, хоть заснимайтесь. Все идите вот на улицу, идите тогда. Это что, режимный объект какой-то? Ну и все. Так уставство учреждения. Вот я тут напишу. Судья, призвы исполнения, чинами, университетами. Здесь есть? Нет. Зыкова Татьяна Олегова есть? Есть. А вы тут что тогда делаете? Я здесь что-то делаю? Да, я знаю тоже. Вы узнаете дальше. Убирайте. Ну, как я буду знакомиться, если я... А я вот зачитаю. А я на слух не воспринимаю. Воспринимаете? Нет. Есть приказ 629-30 октября 2018 года о подтверждении правил пребывания действительных зданий структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных писков по Свердловской области. Управления действительных подразделений Вы же прекрасно знаете, что ваши действия будут обшавами. Конечно. И на фотосъемочную звуковидеозаписывающую... Никогда никого не пугал. Я что, страшный человек? Разрешение подразделений разрешается проносить только с письменного согласования заинтересованных лиц с начальником отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадром, вопроса безопасности, защиты, государственные тайны, мобилизационные подготовки, управления. Ну-ка, еще раз можно? Кино, фотосъемочную звуковидеозаписывающую аппаратуру, на территорию зданий. Это обычный телефон. Вы же снимаете, разрешается проносить только с письменного согласования заинтересованных лиц с начальником отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадром, вопроса безопасности, защиты, государственные тайны, мобилизационные подготовки и управления. Вы же снимаете, вы же не просто телефон принесли для звонка. Разрешение этого у вас нет. Пожалуйста. То есть, всех людей с телефонами надо выдворить отсюда из коридора? А никто не снимает. Они же... Так, тут же написано снимательность. Проносить. Тут написано проносить. Выдворяйте всех людей с телефонами, пожалуйста. Выдворяйте всех людей. Так это проносить запрещено. Я еще раз говорю, у вас видеосъемка вы произойдете. А тут видеосъемки ничего не... Проносить запрещено. Я спорить с вами не могу. Ну все, поспорим с судьями. Вы мне сейчас отказали в ознакомлении с материалами. Спасибо. Я ставлю точку. Пожалуйста.